Шеф-повар, Максим Григорьев. Цукаты из груши. Нежные, сладкие и домашние цукаты можно приготовить из груш, которые желательно брать в твердом состоянии. В противном случае при термической обработке фруктовые дольки просто развалятся. Время приготовления – 23 часа. Ингредиенты. Вода – 2000 мл. Груша свежая – 1200 г. Кислота лимонная – 2 г. Сахар – 600 г. Шаг 1. Для приготовления этого сладкого лакомства используем твердые груши. У меня конференц, но сорт не особо важен, сахарный песок, лимонную кислоту и воду. Шаг 2. Фрукты промываем и обсушиваем. Можно снять с груш шкурку, как это сделала я, а можно и не очищать. Если груши мелкие, разрежьте их наполовинки, тогда цукаты будут выглядеть более нарядными. В моем случае груши были довольно крупными, поэтому решила порезать их продольными дольками. Шаг 3. В глубокую посуду наливаем воду, разводим в ней лимонную кислоту. По мере очищения и разрезания плодов, закладываем дольки в подкисленную воду, так они не потемнеют. Шаг 4. Когда все грушевые ломтики будут в воде, ставим на огонь большую широкую кастрюлю с водой и доводим ее до кипения. Кипятком ошпариваем груши, предварительно вода с лимонкой выливается, она больше не нужна, и сливаем воду с фруктов обратно в кастрюлю. Добавляем в жидкость сахарный песок, буквально 30 граммов оставим на пудру, и вновь доводим до кипения. Закладываем грушевые дольки и на умеренном огне не более 5 минут. Шаг 5. Оставляем посуду с сиропом и фруктами до полного остывания при комнатной температуре. На это может уйти около пары часов. Шаг 6. Дальше выдерживаем груши в сиропе 10 часов. Вновь варим ломтики ровно 5 минут и остужаем. Данная процедура проводится 4 раза, кипячение 5 минут, отстаивание 10-12 часов. Шаг 7. В результате грушевые дольки становятся прозрачными. Шаг 8. Сироп, который останется после отваривания груш, я уварила до более густой консистенции. Получилось около 400 мл золотистого ароматного сиропа, которое отлично подойдет для приготовления многих других сладких блюд. Я готовила гранолу. Шаг 9. Переходим к просушиванию будущей сладости. Для этого противень выстилаем пергаментом, грушевые дольки немного обсушиваем, откинув на сито, и выкладываем их на подготовленную плоскость. Дальнейшие действия зависят от природных условий, а именно, от времени года и погоды. Если предполагается готовить цукаты из груш летом, когда достаточно тепло, можно вынести противень в проветриваемое помещение и сушить, или вялить, фрукты естественным образом. Я готовила зимой, поэтому пришлось воспользоваться духовкой. Температура в газовой духовке должна быть минимальной, у меня примерно градусов 100. Шаг 10. Помещаем противень в духовку и, периодически проверяя груши, доводим их до состояния, когда из доли уйдет влага, при этом они будут эластичные, а не хрупкими и ломкими. Не пересушите. Шаг 11. Тот сахар, который мы оставили при приготовлении сиропа, измельчим в пудру при помощи кофемолки. Присыпаем готовые цукаты из груш сахарной пудрой. Аккуратно, отлепляем каждый ломтик от пергамента и обваливаем в пудре, чтобы при дальнейшем хранении они не слиплись. Шаг 12. Цукаты из груш готовы. Получилось около 200 граммов натуральных вкусняшек. Хранить их нужно в сухой герметичной посуде. Как долго сказать не могу, так как все было съедено в первый же вечер. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.